Утро понедельника в Самаре начинается с проверок общественного транспорта. На тропу войны с коронавирусом выходят блюстители масочного режима. Постановление о необходимости носить средства защиты продолжает действовать. Контроль за соблюдением требований не ослабевает. И большинство самарцев с этим согласны. Я думаю, что маски носить обязательно, конечно же. Потому что среди моих, тех людей, которые я знаю, которые уже умершие, многие переболевшие. Поэтому, мне кажется, лучше не рисковать, надевать маски. Ну и проверка должна быть обязательна. Если в начале пандемии пассажирам приходилось разъяснять новые требования, то сегодня многие уже поняли. Спасение от инфекции в наших руках, а точнее на лице. Маска в несколько раз уменьшает вероятность заражения. Сейчас, когда болезнь оказалась буквально в шаговой доступности, люди предпочитают уже не рисковать. Мы проводим регулярно эти мероприятия. И, конечно, видим, что на начальном этапе много было пассажиров без масок. Многие, когда им озвучивали о таком требовании, не знали или делали вид, что не знали о том, что маски необходимо носить в общественном транспорте. Затем вот с течением времени мы увидели, что да, люди эти маски стали носить. Контроль за соблюдением масочного режима всесторонне. В рейды ежедневно отправляются сотрудники городского департамента транспорта, полицейские, дежурные городского штаба, добровольные народные дружины, специалисты Роспотребнадзора, представители транспортных предприятий. Следить приходится не только за пассажирами, но и за сотрудниками, чтобы в масках были в том числе кондуктор и водитель. Средствами защиты их обеспечивают перед выходом в рейс. Транспортное предприятие закупило еще в апреле месяце и постоянно обновляют средства все, дезинфицирующие и защитные средства. На транспортном предприятии достаточное количество средств, чтобы обеспечить всех наших сотрудников этими средствами. Кроме того, весь подвижной состав проходит ежедневную комплексную дезинфекцию, а потому заразиться в автобусе, троллейбусе, метро или трамвае не так-то просто, особенно если самим проявить бдительность, используя средства индивидуальной защиты. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. Продолжение следует...